Как отучить собаку грызть все подряд в отсутствие хозяина? Щенок в доме приносит много радости и хороших эмоций, они варьируются от радости до восторга. Но через какое-то время радостное впечатление сменяются разочарованием, если собака склонна кусаться и грызть все подряд. Почему собака грызет вещи? Любимые сгрызенные вещи, мебель, провода, обои не дарят хозяину благоприятных впечатлений, провоцируют негативные реакции на поведение питомца. Он начинает задаваться вопросом, как отучить собаку грызть все подряд. Обычно хозяева сами создают ситуации, в которых питомец грызет вещи. Рассмотрим их подробнее. Когда собака грызет все подряд страдает хозяин. Хозяин собаки не смог найти альтернативы, если собака хорошо себя ведет только в присутствии хозяина, а когда его нет рядом, начинает искать вещи, чтобы их погрызть, здесь необходимо применить альтернативную дрессировку, которая заключается в следующих действиях. Когда хозяин заметил, что питомец схватил предмет, который нельзя грызть, то он должен чем-то собаку напугать, например, бросить ключи, что-то тяжелое и звонкое, плеснуть на питомца водой. Когда собака отреагирует, необходимо сделать вид, что все нормально и ничего не случилось. Процесс нужно повторять до тех пор, пока собака не перестанет кусать вещь. Метод действенный, но вещью, которую питомец выбрал в качестве развлечения, скорее всего придется пожертвовать. Обратите внимание, собака быстро усваивает причинно-следственную связь между хозяином и пугающим ее действием. Она понимает, чтобы избежать наказания вещь надо оставить. Существует методика, по которой рекомендуется шумно и демонстративно покинуть помещение, где собака грызет запрещенную вещь. Основана она на том, что животное пойдет за хозяином из любопытства. На практике этот метод не действенен. Часто пес и не думает сопровождать владельца, а продолжает грызть вещи в отсутствие человека делает это еще усерднее. У собаки нет игрушек. Собаке скучно целый день ждать хозяев, не имея никаких законных способов себя развлечь. Скорее всего, без игрушек она начнет грызть то, что не хотелось бы. Поэтому уходя, обязательно надо оставлять для питомца игрушки из ассортимента зоомагазина, их не должно быть много, оптимально 3-4 штуки, но разного вида, жесткий резиновый мячик, кожа, сухожилие или копыта, специальные косточки для собак, категорически не разрешается использовать в качестве собачьих игрушек коробки, газеты, мягкие игрушки и одежду, так как они быстро придут в негодность и не развлекут животное на продолжительное время. К тому же мягкий наполнитель в игрушках питомец может проглотить, что часто приводит к печальным последствиям. Нельзя давать собаке мягкие игрушки во избежание проблем с кишечником. Собака не приучена к месту. Причина погрызть то, что плохо лежит. Часто связана с тем, что собаке позволено бродить по всему дому. С раннего щенячьего возраста нужно приучить питомца к его месту, к коврику, половику или лежанке. Это дисциплинирует питомца, приучает его к тому, что в отсутствие хозяев по квартире нельзя бродить в поисках вещей для развлечения. Хозяин не убрал свои вещи. Все запрещенные вещи должны быть убраны в недоступное для собаки место. Если хозяева неряшливы и не привыкли убираться, то и питомец будет чувствовать себя способным взять что хочет. Невозможно убрать некоторые провода, обои и мебель, но их можно опрыскать специальным отпугивающим спреем, продающимся в аптеке. Только пользоваться такими средствами нужно осторожно, в минимальных количествах. Собака не наказывается. Собаки, которые привыкли к тому, что хозяева их никогда не наказывают, могут грызть вещи даже в их присутствии. Это становится для питомца психологической разрядкой и перерастает в привычку. От подобного занятия отучать питомца нужно постепенно, чередуя методы кнута и пряника. Оптимально сначала отругать животное и делать это нужно до тех пор, пока собака не отведет глаза, это будет равносильно признанию вины. Затем нужно немедля предложить питомцу игрушку, лучше новую. Если собака возьмет ее и начнет грызть, не стоит скупиться на похвалу. Обратите внимание, если питомца не интересуют игрушки из зоомагазина можно смазать их чем-то вкусным и привлекательным для него. Метод ориентирован на то, что в будущем собака будет брать только разрешенные игрушки, ожидая от хозяина похвалы за это. Если же собаку новая игрушка не интересует и она продолжает грызть вещи, ее обязательно нужно наказать за это. Нередко приходится кроме слов применить физическую силу в умеренном количестве. Сильно бить собаку нельзя, но хлопок ладошкой ей не повредит. Никогда нельзя ругать собаку спустя время после проделки. Игрушки для собак можно смазывать салом или жиром. Как отучить питомца от вредной привычки Когда хозяин понимает причину проблемы, он может начать действовать, чтобы урегулировать ситуацию. Существуют достаточно простые способы. У собаки должны быть игрушки разного уровня, мячики кольца из жесткой резины, небольшой, канат в сухожилии и изделия из кожи. Их не должно быть больше трех сразу. Чтобы отучить грызть мебель, можно воспользоваться специальными спреями на основе синтетического перца, для животного они безопасны. Всегда надо убирать вещи в недоступное для любимца место, не оставлять на видном месте ничего, что может привлечь его внимание. Если причиной вредной привычки является скука и лишняя энергия животного, то надо больше гулять с ним. Активные игры на свежем воздухе полезны не только людям, но и питомцам. Вымотавшись на улице, щенок скорее всего будет спать дома. Для любителей, погрызть идеально подходит специальное лакомство, кости из сушеной шкуры, игрушки с элементами веревок. Ругать собаку уже после совершенного преступления нельзя, она все равно не поймет причину наказания. Маленьких щенков в качестве физических мер можно трепать за холку, для больших обученных собак можно многократно применять команды. Лежать и сидеть как меру наказания. Обязательно следует научить собаку команде нельзя. Когда питомец играет со своей игрушкой, его надо хвалить. Специальные косточки займут питомца на время. Владельцам собак нужно помнить, что для отучения любимца от вредной привычки недостаточно. Скупить весь ассортимент игрушек в зоомагазина. Скорее всего, собака так и не оценит потраченных на нее средств и будет продолжать грызть тапочки хозяина. Чтобы повысить интерес собаки к игрушкам, следует показать ему новинку, бросить ее, чтобы спровоцировать питомца догонять добычу. Можно привязать игрушку к веревке, это создаст иллюзию, что она убегает от собаки. Также можно игрушку спрятать и заставить питомца ее искать. Обратите внимание, надо стараться переключать внимание собаки на игрушки, когда она желает что-нибудь погрызть и обязательно хвалить ее за хорошее поведение. Если резиновую игрушку набить вкусной съедобной начинкой с приятным запахом, то с таким развлечением хозяин может оставить питомца. На несколько часов одного дома без вреда для имущества. Он точно не найдет времени не только для запретных вещей, но и для лая в одиночестве, на который часто жалуются соседи. Использование специальных средств, чтобы отучить собаку грызть хозяйские вещи, рекомендуются систематические наказания питомца или методы отвлечения. Но подвижный лабрадор, бигли лихаски всегда находят что-нибудь новенькое для своих забав, а постоянные наказания не особо действуют на некоторых питомцев. Непослушание превращается в привычку и радости тут мало, особенно когда провинность происходит в отсутствии человека. Многие собаки хорошо понимают, что лучше грызть в отсутствии людей, а задача владельца как раз должна быть противоположной, научить питомца грызть только те вещи, которые он разрешает даже в своем присутствии. Указывать собаки на те вещи, которые грызть нельзя, бесполезное занятие. Выход из этой ситуации, использование специальных средств, разработанных с целью отучения домашних питомца от вредных привычек. Отечественный антигрызин не считается эффективным, он заработал много негативных отзывов от потребителей. Намного лучше себя показали импортные средства, например, Befar Stop It. Обратите внимание. Опытные владельцы дают совет применять знаменитый бальзам-звездочка, который отвращает животных от грызения мебели, обоев и прочих элементов декора. Народные средства. Народные средства борьбы с грызунами носят основную идею, отвратить животное от элемента декора или ценной для хозяина вещи. Для этого владельцы используют средства, имеющие горький вкус, вызывающие горечь во рту. Средства достаточно эффективны, так как питомцу неприятен вкус игрушки и осознание, что это трогать нельзя, приходит очень быстро. Возможно применение смеси из черного и красного перца. Фантазии владельцев безграничны, в дело идут аптечный гель с сильным запахом ментола, соус табаско, местная обработка уксусом. Когда собака грызет мебель необходимо действовать. Но данными составами лучше не мазать обувь и провода для которых губительно лишняя влага. Более безопасным вариантом является эфирное масло грейпфрута или апельсина, конечно, в малом количестве. Будет достаточно капли, чтобы отпугнуть питомца от места грызения. Важно, запах эфирного масла грейпфрута или апельсина резок для собак, хотя приятен людям. Какие методы не действуют? Абсолютно недейственным методом, но часто применяемым владельцами, является наказание собаки за испорченную вещь спустя несколько часов после того, как она это сделала. Если собака достаточно умна, она обычно сама скрывается от хозяина, прячась под кроватью или в другой комнате, но питомец с невысоким интеллектом встречает вернувшегося владельца с обычной радостью, как будто ничего не произошло. Он не сможет понять, почему получает наказание за свою симпатию и любовь. Также вредно и полное отсутствие наказания, когда владельцы совершенно никак не показывают своей негативной реакции. Питомец должен четко понимать, что рвать на части любимые хозяйские вещи нельзя. Сам он, конечно, никогда это не поймет, если хозяин только покачает головой и продолжит улыбаться и играть с питомцем как ни в чем не бывало. Даже если человек достаточно богат, чтобы позволить себе шалости четвероного любимца, не стоит воспитывать в собаке такую вседозволенность. Когда-нибудь она обязательно сгрызет ценные бумаги, документы и важный подарок, а там владельцу уже будет не до улыбок. Обратите внимание, невоспитанная собака – горе для хозяев, и чем раньше владелец начнет наказывать питомца за непозволительные шалости, тем больше шансов привить ему правильное воспитание, выражающееся в хорошем поведении и на улице, и дома. Обязательно нужно учитывать физиологические особенности щенков, у него прорезываются зубы и грызть ему необходимо. В этот период щенок грызет все, что сможет найти, нужно найти безопасное для всех средство, способное успокоить набухшие десны и снизить дискомфорт любимца, с этим связанный. Процесс отучения щенков грызть вещи лучше проводить уже тогда, когда у него появятся постоянные зубы. В период формирования зубных рядов у щенка владельцам стоит позаботиться о том, чтобы просто убирать все ценные вещи в недоступные для питомца места. Обратите внимание, физические наказания для мелких пород собак недопустимы, так как приводят только к обидам, страху и желанию мести. Джек Рассел, Терьер, Шпиц или Йорк могут перестать портить обувь и грызть провода, но обязательно напакостят по мелкому и крупному со временем. Если владелец разрешает питомцу играть со старой обувью, то легко может получить испорченную и новую, так как питомец совершенно не отличает ценность и степень изношенности между ними, для него одинаково привлекательны как старые тапки, так и дизайнерские ботинки. Поэтому лучший выход, никогда не давать питомцу в зубы обувь, даже если хозяин собирается ее выкидывать. Никогда не давайте грызть собаке даже старую обувь, распространенные ошибки владельцев. Самое важное, это поймать момент и вовремя остановить нарушение. Если владельцы чувствуют, что недостаточно опытны в дрессировке и не знают, как можно отучить собаку грызть вещи в отсутствие хозяина. Они могут обратиться к кинологу или самостоятельно изучить методики в интернете. Тренировать питомца нужно регулярно, обязательно использовать похвалу и поощрение. Дополнительная информация. На ютубе можно узнать много полезной информации из видеороликов опытного специалиста по поведению собак Антуана Наджарина. Самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы собак, пытаясь отучить питомцев от грызения вещей. Перерыв в воспитательном процессе. Никогда не нужно сначала что-то запрещать питомцу, а спустя время разрешать или не обращать на это внимания. Причем одинаковые запреты должны исходить от всех членов семьи. Использование старых вещей в качестве игрушек. Впоследствии собака не в состоянии отличить, что вещь ценна для хозяина. Поощрение в грызении газет может привести в будущем к погрызенным книгам и документам. Поощрение деструктивного поведения. Не нужно кричать и бежать с кулаками за питомцем, если он был застигнут с поличным. Ничего кроме агрессии, страха и упрямства это не принесет, особенно у такой крупной служебной собаки, как кавказская овчарка. Предупреждающие меры. Любую проблему легче предотвратить, чем потом долго и монотонно решать. Поэтому первое, о чем должен позаботиться владелец, принеса щенка в дом, это найти для него отгороженный угол, где у питомца будет. Доступ только к определенным предметам. Это не должна быть полная изоляция, щенок не может надолго оставаться один. У него должны быть игрушки и свободное пространство, откуда он легко сможет наблюдать за происходящим вокруг. Обратите внимание. Включенный негромко телевизор или радио создадут эффект присутствия в доме людей. Но провода нужно убрать из зоны видимости питомца, их грызение опасно для его жизни. Игрушки для питомца следует периодически менять, чтобы они не наскучили ему. Обязательно нужно хвалить собаку, если она играет с игрушкой. Если пытается схватить что-то запретное, отвлекать шумом, голосом и тут же переключать внимание на игрушку. Нельзя предлагать в качестве игрушек старую обувь. Со взрослой собакой нужно чаще гулять, играть в подвижные игры, больше времени проводить на свежем воздухе. Если хозяину нужно куда-то надолго уйти, лучше перед уходом выгулить собаку. Питомец набегается-напрыгается, устанет и скорее всего, в отсутствие хозяина будет просто дремать. Активная прогулка позволит избежать шалостей дома. Чтобы отучить собаку грызть вещи, нужна ежедневная дрессировка. Терпеливая работа обязательно даст свои плоды со временем.